45 аварий с начала года произошло в Западно-Казахстанской области с участием бесхозных животных. Погибли два человека. За нарушение правил выпаса к ответственности привлекли больше 2000 сельчан. Но штрафы не помогают, а количество ДТП продолжает расти. Подробности в следующем сюжете. Искореженный капот, бампер, разбитое лобовое стекло. Так выглядят машины после внезапной встречи с лошадью. Авария произошла пару месяцев назад возле поселка Булдорте. Водитель с ребенком отделались испугом, а вот мать погибла. Лошади были без присмотра. И также лошадь, получается, без хозяина выскочила на трассу, что послужило причиной дорожной трассы происшествия, где погиб человек. Аварии с участием животных на дорогах региона не редкость. По словам автовладельцев, предвидеть их, особенно в ночное время, практически невозможно. Чаще всего они происходят на автодорогах Самара-Шимкент-Уральск-Атарау, потому что там находится большая часть животноводческих хозяйств. На трассе много коров и лошадей бродит, особенно ночью. Это опасно. Часто из-за них аварии. Я считаю, что нужно принимать жесткие меры. Проблему может решить организованный выпуск скота. Однако нанимать отдельного пастуха у многих сельчан нет возможности. За одну голову надо платить полторы-две тысячи тенге. Поэтому фермеры отправляют скот на свободный выпас. Сейчас пастухов нет. Каждый пасет свой скот сам, а также самостоятельно делает прививки и лечит. Наши животные находятся на отдаленной точке. После завершения заготовки кормов отправляем животных на поле возле озера. Учет ведем ежедневно. Для решения проблемы полицейские организовали спецзагоны для бесхозных животных. Таких в регионе 119. После того, как находят хозяина, ему сначала выписывают штраф, а затем он выплачивает расходы за содержание. Эта стоянка для животных осталась еще с прошлых времен. Мы взяли ее на свой баланс. Сюда мы загоняем бесхозный скот. Стоянкой могут пользоваться местные жители и ветеринары. Мы заключили договор с двумя хозяйствами об использовании их загонов. С начала года в регионе произошло 45 дорожно-транспортных происшествий с участием бесхозных животных. Два человека погибли, еще пять пострадали. Владельцы бродячего скота заплатили 12 миллионов тенге штраф. Патрульными нарядами полиции, дорожной патрульной службы, патрулируются трассы, в ходе которых скот отгоняется с территории дороги во избежание ДТП, особенно в темное время суток. При неустановлении владельцев скот загоняется во временные загоны. Правилами также предусмотрено, чтобы лошади, крупнорогатый скот были беркованы, также имелись клеймо у него имелось и в ночное время светоотражающие специально ошейники. Однако в основном у нас граждане это игнорируют. Стражи порядка признали, что аварий с участием животных становится больше. Поэтому профилактические работы продолжают. Инспекторы проводят подворовой обход сельчан и крестьянских хозяйств.